дорогие друзья приветствую вас на канале лана арт конец августа завершение лета и я приглашаю вас на обзорную прогулку по моему саду покажу что растет что цветет какие изменения произошли конструкции сада за этот период так что кому интересно присоединяйтесь ну и по традиции начну обзор с маленького хвойного садика у меня здесь ракарии принципе здесь изменений не очень много пересадок никаких не было зато прекрасно прекрасно тут прижилась гехерка лайм мармелад и сейчас уже начинают свести верески вот этого представителя я принесла из нашего леса очень симпатичный цвет у него все таки сиреневые колокольчики небольшая группа у меня гибридных вересков здесь вот такой ярко малиновый также набирают уже свои бутончики раскрывают потихонечку очень люблю эти растения и еще один есть такой серебристого цвета мы попозже зацветет ну и реки реки в этот в это время не цветут вот так сейчас выглядит мой хвойный садик барбарисы еще не меняют свою окраску но продолжают набирать высоту но теперь перейдем вот мой ракарий который около прудика здесь самом начале летом у меня чуть не погиб локс желовидный вот этот красавчик он очень такой яркого малинового цвета мне было жалко его потерять но ничего вот он отошел отливал его поливал удобряла примулки мои после стрижки тоже уже наращивают новую листву пришлось подстричь мне тимьянчик но тимьян стрижется в разной форме как удобно такая подушка из него сейчас здесь тимьянчик он таким с лимонным здесь запахом вообще тимьян достаточно агрессивное почвопокровное растение приходится его всегда от ограничивать и выстригать здесь около других цветочков даже в здесь камушек пришлось подложить потому что совсем он полез на гейхеру но ему все нипочем он отрастает нарастает и прекрасно цветет еще и весной гейхеры начинают менять цвета некоторые повторно вот начинают цвести даже не начинает уже завершает повторное цветение вероника розовая после обрезки на повторно зацветает около водопаде к здесь небольшие изменения тоже вот с правой стороны симметричная подсадила еще один небольшой лилейник маленький на цветение уже в следующем году вы видите розовый махровый лилейник очень симпатичный поделилась со мной соседка татьяна моя так что надеюсь здесь будет тоже очень красивым следующим летом хост его две вот эти вот меняют окраску на зеленые поменяли то подсадила еще вот я здесь поменяла почвопокровник на гейхеру надо ее камушками облажать это на прям на фоне земли очень теряется рядышком здесь еще подсадила к ней камнеломочку тут у меня такой теперь трио из камнеломок села семенами вот это вот малышечка росла она у меня временно под хосты под этой вот можно конечно было ее там уставить потому что весной хоста маленькой совсем но решила я их пересадить тут всех в одну вот эту группу вот такой 3 у меня теперь надеюсь что ты тут малышка тоже их догонит тут она отстает здесь пока все без изменений растет потихонечку все бронера вот это вот вариагатная форма с белой каймой прижилась начинает набирать свои листочки вообще достаточно крупные листья у нее поэтому думаю вот такой здесь будет высветленное пятно но остальное здесь все в принципе без изменений масконник красавец сейчас очень хорошо выделяется ну а здесь не смотрев что все такое зелененькое все равно разная форма листовый все равно смотрится все очень красиво так здесь с этой стороны ракария пузыри плодник пузыри плодник пора опять обстригать пора опять придать ему более шаровидную форму он прекрасно стрижется замечательно отрастает это низкорослый сорт литл джем но с этой стороны сейчас в основном конечно начинают цветение это очистки различные здесь сорта у меня расцветки очень люблю тоже это растение есть у них его оригадная форма вот с таким белым выбеленным листом вот он у меня прекрасно смотрится на фоне такого бордового барбариса гейхерки тут тоже вот изменяют свой окрас сейчас а убрец и разрослась тоже надо подсыпать песка и чтобы укоренились новые побеги и весной она пышно пышно у меня еще цвела ну вот с этой стороны ракария здесь ну конечно все без изменений не считая такого возвышающегося над этой группой пасконика пока пасконик молодой не очень он тут набирает свой такой истинный размер он до двух метров бывает но здесь как раз от меня это высота устраивает закрывает он обратную сторону водопада все здесь пока без изменений в розари розочки готовятся ко второму цветению набирают бутончики какие-то продолжительно цветут вот спасибо олечке с канала ольга соотмечет и сбывается она помогла определить мне вот пересорт вот эти вот красные розы которые я подняла на шпалеру но подпорная такую это скарлетт розочка такая он каким не выдала тут побеги не знаю смогу ли их сохранить зимой но роза очень красивый всем очень нравилось очень долго держит она бутоны вот это вот подпор подпорка такая зеленого цвета была я ее перекрасила в коричневый рядом с розочками здесь у меня дельфиниум и в этом году выращивал их из семян и основная масса там у меня и смеси были разные вот такого голубого цвета немножко с разными оттенками ну вот осталось еще вот этот вот посмотреть какой зацветет у него такие интересные вот эти вот бутончики какие-то мохнатые видно будет это не видно наверно не может так увеличить у меня камера они прям такие мохнатые мне очень интересно какой все таки это будет расцветки может быть белый какой-то не знаю но в общем дельфиниума конечно добавляют голубизны садом все голубой цвет всегда очень редкий в саду замечательно на айфоне смотрится розочка джубили кардеса вот такой огромный не цветочку мне вырос симпатичная розочка здесь белый какой-то такой странный растопырен еще был дельфиниум и вот еще голубенький такой чуть пониже пока но я думаю что это просто в этом сезоне они молодые потом наберут свой размер ну вот так вот выглядит издалека это группа растений ну вот этот розариум как раз будет обрамлять такую зону отдыха спа зону как я ее называю эта зона напротив бассейна у нас стоит наконец так мы ее почти доделали почти доделали но уложили покрытие не знаю планировала я здесь положить террасную доску доску вот но что-то все так сильно подорожало что пока положили в общем вот это искусственное покрытие такой искусственный газон высота этого газона 20 миллиметров мы выбрали есть еще и выше ну в принципе нам хватает этого площадка это где-то получилось у нас 5 на 5 и по себестоимости вот приблизительно где-то газон этот обошелся на 19000 еще вот эти бордюрчики такие тут пришлось установить ну чтобы камушки сюда не летели ну а если потом будут средства будут средства положим здесь уже тогда что-нибудь другой какое-то покрытие либо террасную доску в общем либо что-то другое здесь закладывают тоже розарий высажено вот несколько розочек здесь шалфея лаванда здесь в основном будут розы и гортензии тут два шарика у меня еще это питоне тайдалы тайдалы такие мои самые последние череночки какие вот я сажал самые маленькие они но знаете неплохо они тут растут всем ветрам дождям назло быстро отрастают посажены абсолютно без всяких удобрений просто удобряя в течение сезона ну так зона это выглядит с этой стороны бассейн очень удобно теперь ходить можно босиком кстати сейчас вот конец августа такое теплое лето и температуру вот сегодня нам опять обещают где-то 26 градусов сейчас посмотрим сейчас утро сколько температура воды какая ну тоже вот внутри 25 градусов на здесь вот рядом с бассейном еще один микс бордер у меня со шпалерками очень рада что у меня вот не погиб клематис у меня здесь такой вот надеюсь перезимует гортензия канделлайт тоже вот она как раз перейдет в ту зону с розами вместе туда будет пересажена так еще несколько гортензии 10 часа распустились и прекрасно цветут это цини цини высокорослые выращивались семян семена какой-то ганечкины было сорта сейчас уже не вспомню а за ними еще одна гортензия который тоже отсюда потом пересадится это лаймлайт тоже маленький молодой кустик вот первый год у меня набрал очень большие шапки тоже переедет вот в зону зону отдыха там идет розочки у меня тоже там будет расти как и вот эта роза розу эту посажу я рядом там со шпалерой о вернее все рядом с аркой около арки не знаю что за роза цветет все лето вот такими небольшими цветочками постепенно они распускаются очень долго держатся прекрасно выдерживает дождь так что тоже нам не туда вот карточки поедет не зоне здесь это не мезе и мезе семена и семена и зацветает еще опять лаванда вот это гвоздичка травян который вот семенами я села в этом сезоне очередной раз обрезала здесь спирею потому что чтобы открыть вот этой розочки микро розочка вот это вот я подпишу ее название ирина спрашивала меня я вот подпишу эту микро розочку не маленькие-маленькие такие мелкие цветочки вот так вот на фоне руки чтобы размером к видно было симпатично тоже цветет все лето единственная не знаю как вот ее сохранить вообще сохранится ли такая крошка зимой ну буду пытаться на так здесь еще у меня полюсты вегетативные какие-то мне тоже все пересортом пришло с виолы ну высадила уже пусть растут там вот в конце микс бордера еще один дельфинь он тоже ярко-голубого цвета такой на фоне как раз плане он очень хорошо виден уже отцветает я газель фильмов некоторых тоже попробую собрать семена и посажу розочка моя здесь вот это которая думала что погибла нет вот она зацвела тоже не знаю какая роза здесь вообще вот это вот какой-то трио не очень себя хорошо чувствует не знают этот вот дельфиниум в общем посмотрю что здесь может быть земли что-то розочка вот так вот в роспуске выглядит и потом так практически совсем белое становится вот такая розочка вероника белая тоже вот повторно зацветает после обрезки вот соседняя роза розовая это уже 2 цветение сейчас у нее будет но она практически без прерыва цветет здесь вот в центре еще один временный жилец это гортензия самарская лидия также отсюда будет пересаживаться все туда же к розочкам розочкам около зоны отдыха отцветает котовник тоже в этом году и семян выращивала синий цвет с розовыми розами прекрасно смотрится и вот еще один тут сейчас покажу вам шедевр вот такая махровая лилия прошлом сезоне покупала садовом центре флосс рядышком у нас тут садовый центр этот есть вот такая красотка белая уже такая же махровая у меня цвела можно посмотреть в предыдущем обзоре а это вот розовый такая с розовыми розами такой прекрасный букет и еще один шедевр здесь вообще моя любовь этого сезона это перовские вот такая красавица второй год она у меня но осенью я даже ее посадила вот можно сказать это ее такой первое нормальное лето вот так она разрослась она очень красиво смотрится в массивах дает такую голубую ажурную окраску любом микс бордеру очень красивый цветочек она мне если честно нравится даже больше чем лаванда но обязательно постараюсь размножить ее для своего сада но напротив этого микс бордера у меня такой небольшой микс бордер с хостами в основном с хостами хотя тут есть и другие цветы но основа это различные хост и цветение здесь мало сейчас ну вот если только не считать зацветающего ли адреса двух расцветок у меня здесь белый больше разросся у меня в прошлом сезоне я тоже его рассадила сюда и вот такой сиреневый также здесь еще цветет пасконник более низкорослый сорт но у меня не как-то одинаковые саду одного размера сейчас во всяком случае все цветоносы у хосты я уже удалила они все здесь уже отцвели ну не считаю только вот в начале подорожниковый подорожниковый это сорт инвиси был но я поподробнее потом расскажу про нее покажу на другом месте на там у меня уже цветет на солнышке а здесь еще в начале или как в конце смотреть если как смотреть микс бордера растет у меня гортензия ванилла фрейс не очень крупные шапки здесь при после пересадки она прошлогодней растет она мне вот такими двумя ярусами выдала на как-то одну такую большую ветку я ее оставила и вот сформировался вот такие вот сформировался таком двойном ярусе но мне нравится такой вариант интересно так теперь она у меня и растет набирает уже распускает свои шапочки уже даже краснеет розове это не ну потом покраснеет еще здесь также у меня вот как украшение цветовое такое это фуксия на штамбе линии эрвин сорт здесь в тенечке много у нее еще бутончиков надеюсь сейчас как раз вот она вся будет цвести ну вот с этой теневой стороны дома здесь у меня еще вот помимо этих растений растут здесь две бегонии которые бегонии беликонии и вербеник монетчатый он желтый но он в тени зеленеет нет смысла сажать таком растение в тени а бегонии беликонии черенки весенние из виолы вообще практически не цвели мало дали цветов надеюсь на следующем году покажут себя ну а вот что касается вот этой хосты подорожниковой у меня вот игре уже сорт invisible она цветет вот такими белыми белыми колокольчиками с запахом лилии на солнечной стороне здесь у меня есть такая остатки еще здесь у меня зоны входной растет она конечно здесь подгорает очень сильно на солнце но зато очень обильно цветет крупный цветок у нее вот такая вот действительно лилия и имеет запах тоже лилия цветет она самая поздняя белыми цветами но с обычным зеленым глянцевым листом но здесь микс бордером больше в тени поэтому зацветает она позже но и дольше будет цвести немножко расскажу тут о моих цветочках около дома композициях которые выжили скажем в этой в этом жарком лете что осталось но вот самая устойчивая наверно одна из самых устойчивых это бегонии и гелиотроп сочетание вечно цветущей бегонии здесь два сорта у меня семян выращенные на достаточно легко выращивается из семян продолжает цвести крупнолистная гортензия тоже пережила нормально это лето здесь я убрала из этого вот микса питомию подсадила еще один алисум сутан вот сейчас прохладно становится алисум хоть начал цвести здесь бакопа вербины по моему брахикома тоже не очень хорошо пережили алисум сноу принцесс и риманжента вот это уже алисум который у меня был в тени вот я перевернула сейчас кашпо с другой стороны подсох вообще вот в этих также во многих был подсажен еще лобелия лобелия почему-то в этом году практически вся высохла но очень жарко ей было или может быть при больших поливах заливалась но еще не пережила на это лето здесь у меня махровая бегония вечно цветущие в обрамлении гехер те приходит и говорят что тут это гехера цветет нет вот так вот смотрится просто их симбиоз выдержала все лето бегония беликония здесь расцветка rose и по моему soft orange это rose не серединке вон там soft orange и к ним подсажен еще и помея батат такая вот ярко-салатовая ну и здесь вот с этой стороны тоже эти же расцветки soft orange он немножко такой выбеленный в центре у него вот если когда распускается вот такие немножко белесые розовая на полностью вся розовая цветочки такие у нее все розовенькие люблю беликонию но вот белый почему ты такая яркая у меня вот новые черенки не росли это вот прошлогодние оставляла маточные растения черенковала вот они как-то себя неплохо чувствует здесь еще одно растение которое в этом году я только купила гели хризу вот этот серебристый не ожидал я от него что он будет вот такой вот растопыренный весь у него некоторые побеги вообще достигают мне кажется метра их распрямить очень большие ну тоже заберу домой попробую еще черенковать здесь он растет с питуней но она уже отцветает там питоне совсем здесь тоже неплохо сохранилась вот эта композиция кашпо в этом в озоне с цивола мне очень понравилась как она растет она медленно растет но она очень неприхотлива и вот может быть даже с гели хризу в следующем году ее можно посадить вот в группе гели хризу также прекрасно может смотреться и страдисканцы зебрина вот такое сочетание смотрите может быть кому-то тоже понравится и зебрины гели хризу прекрасно в тени погоды пережили хочу немножко отказаться от питуней поменьше их сажать что-то не меня вымотали в этом сезоне честно скажу поэтому присматриваюсь уже каким-то более устойчивым менее прихотливым моем саду растениям вот еще один вариант смотрите также неплохо смотрится в общем буду думать над этим вопросом ну еще один проект этого сезона это входная группа которая тут знаю сколько я делаю переделаю но вот наконец-то лед тронулся господа присяжные сейчас вот эта часть под яблоней здесь у меня такая же каменистая горочка в основном здесь это гейхеры хосты остильбы основная масса вот 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 основной помощник валяется ничего не делает как всегда жизнь красота но это вот только начало отсыпка здесь будет камушки и кора ну в общем наверно покажу вам уже полностью когда доделаю это нам до конца осени потому что там яблони надо пересаживать розу огромную надо пересаживать но пока вот так ну а на сегодня это все огромное спасибо всем тем кто поддерживает мой канал лайками и комментариями кому нравится дачная садовая цветочная тематика приглашаю подписаться на мой канал не забывайте нажать на колокольчик чтобы не пропустить мое очередное видео до новой встречи друзья а